форда капуст 2016 года 2 и 7 двигатель v6 turbo бензин приехал автомобиль с проблемами по недодуву высвечивается чек есть соответствующие ошибки и кроме того автомобиль теряет в мощности причем изначально вообще проявлялась редко но теперь стало все чаще чаще и теперь она уже почти всегда давайте подключим сканер посмотрим что у нас и так отчитал есть автомобиль сделал отчет об ошибочкам мы видим что тут но много есть ошибок касательно связи но я так понимаю что просто дохлый аккумулятор она сейчас интересует те ошибки которые есть блоки управления двигателем вот они 4 fpcm и в принципе мы видим что во первых есть under boost state то есть не дадут фактически ошибках и во вторых у нас он есть еще две ошибки по westgate control pressure 1 ниже заданного значения вторая выше заданного значения и кроме того еще есть ошибки по пропускам причем именно холодные пропуски при первых тысячи оборотов в общем давайте наверное попробуем прокатиться запишем графики давления надува и посмотрим насколько факт совпадает с номиналом что ж в общем катнулся записал синий график это у нас желаемое давление надува оранжевый график это фактическое измеренное шкалы у нас одинаковые соответственно можно судить о состоянии турбокомпрессора просто по соответствую этих двух графиков и мы с вами видим довольно четко что вот в этом режиме в этом режиме ну и в принципе почти во всех режимах графики не совпадают то есть у нас реально есть недодув потому что мы хотим практически два бара а де-факто у нас есть только полтора ну то есть где-то порядка пол бара недодува есть смотря в каком режиме а и так ребят то есть действительно подтвердился недодува автомобиль не едет и не совпадает факт с номиналом пол бара нам не хватает по турбине соответственно сейчас надо разбираться в чем дело перед тем как разбираться надо понять как устроена эта система у нас двигатель v-образный соответственно понять сколько здесь турбин они в параллель или последовательно установлены они сообща работают раздельно и так далее поэтому давайте искать инфу и так все-таки нашел схему надува мы с вами видим что действительно есть два турбонагнетателя работают они у нас опять же параллельно несмотря на то что каждый вроде бы обслуживает свой отдельный ряд цилиндров но в конечном счете все это вместе сходится к дроссельной заслонки ну то есть надув с одной турбины соединяется с надувом с другой турбины вот в этом месте перед дросселем следующий интересный момент каждый из турбин регулируется при помощи вакуумного актуатора который приводит действие вас гейт то есть тут нет изменяемой геометрии как это часто встречается на дизелях здесь просто есть клапан который в случае необходимости сбрасывает газы мимо крыльчатки сразу выхлоп при этом что любопытно у нас используется всего лишь один клапан ограничения надува вакуумный пневмомодулятор по сути и также мы с вами видим что в этой магистрали у нас с вами есть еще и датчик давления точнее сказать разрежение которое отслеживает разрежение для обоих этих вакуумных актуаторов и наша ошибка сейчас как раз таки звучит у нас есть две ошибки по несоответствию давления в этом контуре заданным причем есть ошибка где это давление выше заданного есть ошибка где это давление ниже заданного но создает это разрежение собственно вакуумный насос ну что ж ребят действительности все точно так же как и на схеме вот мы видим здесь вот там вот один из турбонагнетателей я к сожалению только один вам могу показать потому что 2 там спрятан тем не менее вот его вакуумный актуатор видите здесь диафрагма вакуумная которая при помощи штока тянет флажочек а тот флажочек уже открывает вас гейт то есть обходной путь который сбрасывает выхлопные газы мимо турбины и она перестает работать дальше идет шланг вакуумный и он приходит к вакуумному актуатору ну то есть по сути клапан ограничения надува вот клапана ограничения надува там есть тройничок вот он такой разветвлитель и дальше вот эта трубочка вот она она уже пошла на вторую турбину но по дороге к этой трубочке тут есть еще один тройничок видим и дальше датчик давления вакуумных магистралях да то есть по сути давление в актуаторах таким образом блоку сейчас не нравится то давление которое создается в этих магистралях какие сейчас есть идеи ну во первых возможно у нас виноват банально вот этот клапан его модулятор во вторых возможно есть проблема с самим датчиком в третьих не исключено что где-то есть утечка ну то есть либо шланги дырявые либо актуаторы у нас дырявый и в четвертых может быть проблема с вакуумным насосом который не создает достаточного разрежения ну и соответственно дальше вся эта система адекватно работать не может в общем пожалуй первое с чего бы я начал это проверил вообще герметичность этой системы раз и наличие разрежения от вакуумного насоса 2 и так подключили вакуумный насосик к нашей магистрали вакуумной вместо клапана да то есть клапан который должен регулировать давление отключен и мы вместо него по сути будем создавать давление и во первых хотим увидеть что двигаются наши штоки во вторых хотим увидеть что все это герметично и нигде нет никакой утечки качай дима что ж мы с вами видим что штоки двигаются при этом разрежение создается видим что ничего никуда не падает то есть утечек нет сбрось давление с ними просто шланг тяги двигаются во всяком случае на той турбине которую мы видим буквально немножечко видно флажочек вот тут центре экрана сейчас дима накачает и вот мы с вами видим что шток начинает двигаться что свидетельствует о том что на правой турбине до доступ который затруднен тоже все хорошо то есть шток двигается разрежение создается утечек нет сбрось дима есть все отработало и так ребят что мы имеем система герметично я сейчас буду копать во первых сторону если у нас нормальное разрежение возможно у нас есть проблемы с самим насосом во вторых наверное есть смысл посмотреть адекватность показаний датчика который измеряет это разрежение он у нас находится собственно вот тут вот этот датчик и так подключили наш вакуумный пистолет к датчику сейчас создали разрежение в 05 и соответственно видим что ну примерно совпадает плюс-минус если снять с него полностью тесно 0 но здесь шкала абсолютная поэтому тут мы видим почти единицу да не забываем что по абсолютной шкале 0 это вакуум по атмосферной шкале который используется в этом манометре 0 это атмосферное давление то есть принципе каких-то особых претензий к этому датчику которая отслеживает давление в этом контуре тоже нет поэтому его тоже исключаем подключили манометру на вход клапана ну то есть сейчас мы смотрим какое разрежение в состоянии создавать сам насос вакуумный насос сами видим что разрежение создалось практически мгновенно на хорошем значении где-то минус 0 65 а то и больше в общем как видите претензий к вакуумному насосу нет что же ребят дальше под подозрение падает собственно сам клапан пневмомодулятор так он собой представляет электромагнит который приводит действие иглу клапана это свою очередь состоянии на вот этом среднем выводе это out вывод создавать любое давление между атмосферным давлением и поданным на вход сюда разрежение видите здесь так и пишет вакуум выход и с этой стороны у нас пишет атмосфера видите сейчас ток на клапан вообще не идет мы с вами видим что ничего не получается но я вам скажу что такая ситуация будет и на новом клапане эти клапана работают довольно хитро для того чтобы разрежение начало создаваться необходимо на первое время закрыть штуцер out и только тогда начнет создаваться разрежение теперь когда я отпущу вывод out если клапан исправим то разрежение должно удерживаться мы с вами видим что ничего не происходит возможно он нормально закрытый сейчас мы подали питание делаем то же самое и видим что этот клапан не исправим потому что что с током что без тока он не в состоянии удерживать разрежение тоже для надежности еще решил сделать тест исполнителей соответственно мы сейчас при помощи плюс и минус будем задействовать наш клапан ограничения надува тем самым дозируя ток который будет поступать на этот клапан здесь у нас будет собственно количество тока здесь мы сможем увидеть желаемое давление которое при этом будет создаваться в этом контуре здесь то которое уже измерено при помощи собственно самого датчика запускаем а итак я сейчас накомандовал минимальную скважность и мы с вами видим что давление в контуре 63 килопаскаля давайте попробуем что-то добавить и посмотрим насколько будет меняться давление сейчас я накомандовал 100 процентов и давление у нас порядка 45-47 килопаскаль еще раз идем в минус с вами видим что разрежение хоть и меняется но довольно таки незначительно на самом деле то есть когда у нас скважность на клапан максимальная мы имеем 60 килопаскаль даже 63 и когда у нас скважность минимальная мы все равно имеем что-то около 60 килопаскаль хотя кратковременно разрежение падала до 45 то есть по сути независимо от того какой ток сливается на клапан разрежение у нас примерно одинаковое но сейчас немножко подросло вижу очень ребят заметили одну интересную особенность смотрите мы сейчас просто в параметрах в реальном времени то есть никакого теста исполнителя или чего-то такого нет двигатель просто работает в обычном штатном режиме на холостом ходу и обратите внимание что происходит с нашим актуатором смотрите только что вы увидели что он его затянул дальше проходит какое-то время и плавно плавно шток начинает двигаться не знаю ли вам видно вот я постараюсь увеличить то есть такое впечатление как будто что-то спускает он доходит до определенного значения после чего клапан снова затягивается и цикл повторяется вот мы еще раз проехались здесь мы с вами видим вот этот фиолетовый график это как раз таки давление в этом контуре на которой у нас есть ошибка и мы с вами видим похожую ситуацию когда разрежение по чуть падает ну то есть давление растет потом резко затягивается потом цикл повторяется видите вот такое пилообразная по сути значение на графике и это просматривается все время соответственно сейчас наверное есть смысл просмотреть осциллограмму как реально он управляет этим клапаном и так ребят интересный случай интересная ситуация смотрите сейчас двигатель просто работает в нормальном режиме без всяких тестов исполнителей и еще чего-то в этом роде оранжевый график это график давления точнее сказать разрежение в нашей вакуумной магистрали управления турбинами синий график это командное значение тока скважность до правильнее сказать коэффициент заполнения duty cycle который компьютер сливает на наш клапан ограничения надува мы с вами видим что значение тока не меняется она постоянная 93 процента но несмотря на то что мы не управляем изменением давления де-факто давление у нас меняется причем вот таким интересным пилообразным образом я подумал возможно это значение со сканера какой-то не показательная и засылил сигнальный вывод да ну то есть мы подключились к одному из управляющих выводов нашего клапана ограничения надува и мы с вами видим что здесь тоже скважность реально соответствует видите здесь 93 94 и здесь у нас 93 94 процента тогда когда у нас плавает давление компьютер не командует чтобы это давление плавала но в конечном счете это происходит так судя по всему из-за пневматической неисправности нашего клапана ограничения надува честно говоря такое чудо еще не попадалось вот именно с таким вот с таким проявлением и так ребят для того чтобы подтвердить наш диагноз хотя в принципе уже понятно что дело в самом клапане мы взяли другой клапан это вообще клапана то пилястра понятное дело что он здесь полноценно работать не будет но сугубо для того чтобы подтвердить наш диагноз моего вот так на соплях при помощи иголочек подключили вместо штатного и теперь смотрите тот же самый тест двигатель работает на холостом ходу и мы с пила она пропала давайте еще наверно попробуем сделать тест исполнителей сейчас у нас скважность 0 пробуем понемножечку добавлять сейчас скважность максимальная и мы с вами видим всего лишь 17 килопаскаль то есть мы видим что присутствует большое разряжение по сути максимальное разряжение в контуре и теперь уже ничего никуда не плавает делаем 0 управляющий ток и мы с вами видим что вместе с ним падает и разряжение ну то есть растет давление то есть принципе как только мы подменили клапан все стало нормально работать теперь осталось заказать правильный клапан от форда с правильной характеристикой с правильным разъемом ну что ж ребят приехал новый датчик точно такой же по оригиналу по форду вот видите фомаку кому нужен номерочек вот пожалуйста тестим новый клапан опять же подали разряжение на штуцер вакуум только как видите нет пробую создать разряжение видим что ничего не происходит но я вам говорил когда мы тестили старый клапан что для этого необходимо хотя бы кратковременно зажать штуцер out вот теперь разряжение создалось и вот она нормально удерживается удерживаться она будет ровно до тех пор пока мы с вами не подадим ток на катушечку и теперь все сбросилось то есть новый клапан в состоянии перекрывать подачу разряжения на штуцер out ну чтож ребят новый клапан на месте я постирал все ошибки теперь весь автомобиль чистый соответственно дальше необходимо сделать тестовый заезд записать графики давлений как собственно давление надува таки и давление в управляющем контуре после чего можно будет судить о том успешен ли ремонт или здесь есть еще что-то ну чтож ребят проехался наверное километров 6 в разных режимах пробовал ее разгонять причем как на повышенных оборотах так и на пониженных и мы с вами видим что ошибочки не появилась и так ребят вот четыре графика записанных вот эти два верхних оранжевый и синий это у нас желаемое и фактическое давление надува синий график это желаемое оранжевый это фактически мы с вами видим что немножечко есть у нас недодув довольно таки незначительный ну где-то это 0,1 бар а где-то даже 0,2 бар а но тем не менее никаких ошибочек при этом как ни странно не появляется система всем довольна ну понятно что турбинки у нас не первой свежести но тем не менее пока все нормально едет ускоряется и все это происходит без ошибок без аварийных режимов внизу у нас еще два графика вот этот который фиолетовый это у нас коэффициент заполнения током клапана ограничения надува то есть та команда которая дает блок управления и соответственно вот этот желтый график это уже график разрежения в управляющем контуре то разрежение которое подается на вакуумные актуаторы турбин мы с вами видим что если раньше у разрежения было такой пилообразная форма да такой график был непонятный то теперь мы с вами видим что разрежение довольно таки неплохо следует за коэффициентом заполнения то есть наша проблема абсолютно полностью решилась в общем ребят такой интересный случай касательно вот этого пилообразного графика разрежения вижу первый раз но пожалуй это от того что я не помню где еще на каком бы автомобиле управляющее разрежение мониторилась бы датчиками тем не менее интересный случай увидел сам но и заодно поделился этим с вами так что у меня на этом все вам спасибо за внимание и до новых встреч